Со спортом на «ты». Биохимик – организация с богатыми спортивными традициями. Ее работники – постоянные участники соревнований и состязаний, часто оказываются в числе лидеров. Сдача норм ГТО для них событий значимые, а для многих уже и привычные. Рабочая форма осталась висеть в шкафу. Вместо нее сотрудники предприятия примерили на себя спортивную экипировку. В прошлом году Ирина Михайлова сдала нормативы на серебро. В этом уверенно идет на золото. «Сейчас это модно – быть здоровым, активным, позитивным. И сидеть дома, сложая руки возле телевизора – это неинтересно. А здесь мы все общаемся, здесь обстановка просто шикарная. Как в прошлом году, так и в этом. Какие-то новые знакомства возникают. Мне очень нравится. Сейчас это нужно делать, нужно сдавать». Представительницы прекрасного пола ни в чем не уступают своим мужественным коллегам. Бегают, прыгают, выполняют упражнения на пресс. Эти нормативы большинству даются легко. А вот отжимания – настоящее испытание. Но не для Ольги Гришовой. Она отжалась 35 раз. «Я занималась в школе легкой атлетикой. Участвовала в соревнованиях, занимала победные места. Нормы ГТО я сдаю только недавно. Сюда пришла первый раз. По жизни я занимаюсь спортом, любитель, придерживаю себя в форме, держу». Спортивные сотрудники – гордость биохимика. Они успевают и хорошо работать, и при этом держать себя в отличной физической форме. Инженер-хроматографист Руслан Пузанков – один из самых молодых и активных специалистов завода. Свои выходные решил провести с пользой для души и тела. «Раньше я занимался спортом, и сейчас в силу того, что уже университет я закончил и пришел на работу, и мне лично для себя интересно, в какой сейчас я физической форме. Поэтому решил принять в таком мероприятии участие и проверить свое физическое, спортивное и духовное состояние». Отличный пример для молодежи – старшие наставники. Многие из них – обладатели золотых знаков отличия. Ежегодно доказывают всем – заниматься спортом модно и полезно в любом возрасте. Их пример заразителен. Число сотрудников, желающих сдать нормы ГТО, растет. В этом году спортивные тестирования прошли 70 работников биохимика в возрасте от 18 до 60 лет. Елена Сергеева, Сергей Скалов, Народные новости.